Всем привет, с вами Gazdor.com, регулярно тестирую ноутбуки и ультрабуки. Могу отметить негативный тренд с уменьшением количества разъемов. Если USB 1.2 все еще размещают, то графические интерфейсы чаще всего на ноутбуках пропадают. А если нужно подключить проектор с VGA, то тут пиши пропало. Не обойтись без док-станций, таких, например, как вот эта Canyon. И перед тем, как начать, хочу анонсировать конкурс. Я отправлю ее одному из вас, зрителей нашего канала. Для участия нужно написать свое мнение по этому устройству в комментариях. И на следующей неделе, в пятницу, в прямом эфире мы выберем победителя. Итак, в комплекте покупателей получает два вида кабелей. С microUSB и с USB Type-C. Сама док-станция выполнена в виде такой вот шайбы темно-серого цвета. Это пластик. Здесь конструкция двухсуставная. У нас сверху снимается крышка. И эта часть выступает беспроводной зарядкой. Ее можно использовать отдельно от вот этой док-станции. То есть, эту часть можно оставить, например, на столе. Вы используете интерфейсы с вашим ноутбуком. А куда-то, например, с собой взяли вот такую компактную беспроводную зарядку. Здесь подключаете по microUSB и QE стандартный, более распространенный. С внутренней стороны контактная группа. Теперь возвращаясь, собственно, к самой док-станции. Периметр здесь вот подсвечивается. Красно-синей подсветкой. И из разъемов у нас доступны. Это BGA. Как раз для подключения проекторов и очень старых мониторов. HDMI, тут уже понятно. Телевизоры, мониторы. USB 2.0 может быть полезен, например, для подключения беспроводного адаптера. От периферии наушников, веб-камеры. Здесь у нас USB 3.0. Он уже идет для накопителей. Причем скорость не ограничивает. Сейчас вы видите скриншот. Я подключил компактную флешку, которую мы тестировали. Это Transcend. Здесь два USB. Один USB у нас используется для подачи питания. Он у нас промаркирован. И один USB для получения, собственно, информации с вашего ноутбука. Здесь в зависимости от модели вашего ноутбука, от поддерживаемых стандартов передачи данных, или будет работать графика, или не будет. То есть нам нужен Thunderbolt. На нашем ноутбуке мы тестировали Lenovo. Он у нас есть. И без проблем вводят информацию сразу на два монитора. То есть можно использовать оба разъема данной док-станции. По USB тоже нареканий нет. Все работает корректно. Два разъема задействия. По питанию. Здесь у нас Power Delivery 100 Ватт. Если у вас ноутбук идет с USB Type-C зарядником, вы просто подключаете к USB Type-C. И далее разъемом уже к вашему ноутбуку. Соответственно, будет передаваться информация. Будет во время передачи информации еще и заряжаться ваш ноутбук. Проблем я не обнаружил. Тестировался смартфоном OnePlus 8 Pro. Это беспроводная зарядка. Корректно работает. И также нет проблем ни с мониторами, ни с USB. С удовольствием обсуждаю с вами док-станцию Canyon в комментариях. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok